Ребята, привет! Я хочу в этом видео ответить на несколько вопросов, которые мне задает один из подписчиков канала. Он просит на вопросы ответить и прокомментировать определенные ситуации. Первое, это ситуация, которую я буду комментировать. Представим, что есть дизайнер, есть заказчик и представим, что заказчик дает дизайнеру задачу. Есть первый вариант, то, как заказчик дает задачу дизайнеру. Он прорисовывает какой-то такой прототип и показывает дизайнеру. Второй вариант, это когда заказчик пишет очень детальное описание функционала интерфейса, то, как это должно быть. И дизайнер тратит несколько часов своего времени, чтобы разобраться, и в итоге он не разбирается в этом. Вот, и меня просят прокомментировать эту ситуацию. Ну, я считаю, что первая и вторая ситуация, она не является идеальной. Я потом расскажу про третью ситуацию, которая я считаю идеальной. Ну, во-первых, это прототип. Если вам просто высылают прототип, но не факт, что вы все правильно поймете. И вот, поэтому я считаю, что этого недостаточно. Вот, второй вариант, он лучше, потому что там детально все описано. Но минус в том, что нужно потратить много времени на детали. Но, с другой стороны, это неплохо, потому что там все прописано. То есть, и если вы утвердите этот документ, ну да, вам нужно будет потратить время, но зато вы не сделаете лишнюю работу, и это плюс. Но больше времени потратить нужно. Но, если мы говорим просто про ознакомление с проектом, то это, конечно, не самый лучший вариант в некоторых условиях. Вот, и самый лучший вариант, это когда вы созваниваетесь напрямую с заказчиком, и с ним говорите, и спрашиваете, что ему нужно, и формате беседы вы общаетесь. Ну, и давайте не будем забывать, что не все заказчики, дизайнеры, программисты, и они даже не знают, что такое прототип, и что такое слово функционал. И поэтому, скорее всего, нужно будет помочь дизайнеру, ну, разобраться с этим, помочь, ну, как бы, ну, объяснить, что, ну, как бы, во-первых, поговорить про саму задачу на словах, ну, и, во-вторых, вы можете, ну, сказать, что такое прототип, и попросить, чтобы его нарисовал заказчик, либо сами нарисовать уже. Вот, поэтому отвечу так, что первый-второй вариант, просто выслать прототип, ну, этого недостаточно. Длинный читать, длинный текст читать, ну, это тоже не сильно удобно, и самый лучший вариант, это с заказчиком связаться, и проговорить с ним проект. Ну, и если у него будет прототип, это очень хорошо. Но не забывайте, что заказчик, ну, просто, может, не знает, что такое прототип. Второй вопрос связан с обсуждением фотошопа, что сравнение фотошопа с фигмой. И говорится о том, что фигма лучше. А я говорю, да, фигма лучше, и скетч лучше, чем фотошоп, ну, сто процентов так и есть. Ну, под другое я не могу сказать. Единственное, что скажу, что в фотошопе, ну, можно обрабатывать лучше графику. В фигме и скетче, ну, там очень ограниченный функционал по поводу обработки графики. В фотошопе вы можете сделать очень много в плане графики. Но я, ну, советую всем работать в фигме и скетче. Третий вопрос – это анимация. То есть презентации своей работы в виде, ну, там, в некоторых блоках в виде анимации. И, конечно же, я скажу, что да, ребята, если у вас есть время и возможность выучить, как, ну, обучиться деланию анимации, то, пожалуйста, делать это вам будет в плюс. Но я считаю, что это не основная, ну, задача UX, UI дизайнера – делать анимацию. То есть, если у вас есть время этому обучиться и сделать качественно, то это вам будет только в плюс и делайте. Но если вы начинающий дизайнер, то мне кажется, что вам стоит потратить больше времени на сам UX, UI и поиск работы, ну, чем, ну, на анимацию. Если у вас, опять-таки, повторюсь, есть время, то, ну, делайте. Но вас будут ценить именно то, как вы умеете решать задачи. Вот. Поэтому мой ответ такой, что, там, использовать ли эту анимацию, либо нет, используйте. Ну, лично я 9 лет занимаюсь дизайном, я не использую. И пока что, ну, мне не хочется на это тратить время. Пока что. То есть, может быть, когда-то я, ну, буду анимировать. Но пока мне не интересно. Вот. Следующий вопрос, он связан с сеткой. То есть, у меня на занятиях моих я рассказываю, что, когда мы построим сайт, нужно использовать вертикальные ритмы и горизонтальные ритмы. Вот. Но это не является, скажем так, самым важным, ну, то есть, таким правилом, что вы должны это делать. Вы можете это делать. Но я это делаю всегда, и у меня макеты получаются ровные и красивые. Ну, а вы можете и не делать. Вы можете вообще сетку не использовать, если вы хотите. Ну, как минимум, советую вам использовать вертикальные колонки. Ну, это вам просто поможет. Но можете использовать и горизонтальные ритмы, как я это делаю в своих занятиях. Ну, и по поводу, последний вопрос, по поводу скетча. Есть ли у меня видео уроки по скетчу? Пока что нет. И я пока думаю их и не делать, потому что я в скетче самоучка. И я не думаю, что я там прямо знаю очень много, ну, таких, каких-то фишек, которые знают другие ребята. Я уверен, что очень много в ютубе классных видосов по скетчу, поэтому находите. Ну, я повторюсь, что дизайн лаб это такое пространство, где, ну, пока что я делюсь своим опытом. Может ко мне присоединяться и другие дизайнеры. То есть, задача в том, чтобы поделиться своим каким-то ценным опытом. И который я действительно что-то умею. Да, и я с вами делюсь сейчас тем, ну, что я действительно умею. Вот. И я не буду записывать видео ради, там, специального контента. То есть, я хочу, чтобы каждое видео было, ну, максимально, ну, нужным. Вот. Ну, знаете, можно из пальца, там, выжимать последние, там, капельки крови, грубо говоря. Но я такого делать не буду. Буду, если я почувствую, что я уже готов, ну, достаточно многим поделиться, то я поделюсь. Вот. На этом все. Поэтому, надеюсь, что это видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь. И хорошего вам дня или вечера. Пока.